Ну и снова о главном событии сегодняшнего дня. В российскую столицу прибыл олимпийский огонь. Зажжение первого факела Олимпиады состоялось сегодня на Красной площади в торжественной обстановке. А вот в 1980 году во время летних игр в Москве огонь доверили зажечь Сергею Белову, знаменитому баскетболисту. За точность броска его еще называли первым советским снайпером. В минувший четверг Сергея Белова не стало. Прославленный спортсмен скончался в Перми после продолжительной болезни. Ему было 69 лет. Церемония прощания прошла сегодня в спортивном комплексе ЦСКА в Москве. С именем Белова связаны золотые и серебряные медали мировых первенств в Кубке европейских чемпионов. Но поистине звездным матчем для него, да и для всей страны, стал финал Мюнхенской Олимпиады 1972 года, когда сборная СССР буквально на последней секунде вырвала победу у самого принципиального соперника баскетболистов США. Итак, главные победы Сергея Белова. Каким был игрок последних секунд? Сергея Белова партнеры часто называли игроком последних секунд, а его руку в шутку золотой. Он был тем баскетболистом, который в самый ответственный момент мог взять игру на себя и поставить победную точку, когда разница в счете была в одно или два очка. Последние секунды для него, это как последний шанс в жизни. Он так и говорил. Вы никогда, если вы выиграете, вы никогда не забудете те секунды, которые вам принесут счастье. И он заставлял ребят это делать. Атака с центра поля, резкая остановка, прыжок, зависание и мягкий бросок. Его длинные пальцы сравнивали с пальцами пианиста. На площадке у Сергея Белова была своя техника и собственный стиль. Сравнительно небольшой для баскетболистов рост, 192 сантиметра. Он компенсировал многочасовыми тренировками. Вот Беловский стиль, да, и он уникален, неповторимый, и многие его помнят. Это достигалось за счет стертых коленей внутри. Внутри все хрящи были стертые, конечно, но этим он жертвовал. Мюнхен, 1972 год, финал Олимпиады. Это, пожалуй, самые драматические медали для советских баскетболистов. Несколько добавленных секунд золотой пас Ивана Едешко через все поле. Александру Белову, однофамильцу Сергея. Бросок и победа впервые в истории над принципиальными американцами. И сборная Советского Союза задевает мяч победом. Сейчас в истории вспоминают мюнхенский финал с Америкой, когда его однофамильец Александр Белов забил последние решающие очки, которые принесли золотые медали нашей команде. Но почему-то никто не вспоминает, что в этом же матче Сергей Белов принес нашей команде 20 очков. Лужники, 1980 год. К Олимпийской чаше взбежал молодой человек с факелом. Белова болельщики узнали не сразу. Тем более, что он стал первым и единственным баскетболистом в мировой спортивной истории, которого удостоили такой чести. Для меня сначала это было удивление, потом было как бы немножко раздражение, в том плане, что вылезает в мою подготовку именно как спортсмен. Почему? Потому что нужны были какие-то репетиции, нужны какие-то отключения от моей основной деятельности. И поэтому я себя не очень комфортно чувствовал. Сергей Белов играл за сборные СССР, выступал за ЦСКА. Ему предлагали карьеру и за океаном, но он отказался. В непростые 90-е стал тренером сборной России и дважды привозил на родину серебряные медали. В телефоне известного российского баскетболиста Виталия Носова фотографии тех самых наград. В 16 лет какой-то выдающийся тренер сказал ему, что он может заканчивать баскетболом, ему ничего не светит, давай до свидания. Он сказал ладно и начал тренироваться в 5 раз больше. Его броском и его игрой восхищались во всем мире. Белов был признан лучшим европейским баскетболистом своего времени. А в США стал первым неамериканцем, вошедшим в баскетбольный зал славы. На Урале, где Белов провел свои последние годы, где несколько лет тренировал Уралгрейд, его друзья и воспитанники, в память о великом баскетболисте, вышли на площадку, где сыграли последний матч Сергея Белова. Меня Сергей Александрович не тренировал как баскетболиста, но он мой учитель, мой наставник, он научил меня очень многому, он научил меня любить, понимать, разбираться в баскетбол. В Перми с Сергеем Беловым просились в универсальном дворце спорта «Молот», который собирал полные трибуны, когда великий баскетболист и тренер выводил на паркет свою команду. Для меня жизнь – это, как я говорю, тот четырехугольник, который подразумевает собой баскетбольную площадку. Может быть, кто-то это подумает, какой-то примитивизм или еще что-то, но я считаю, что иначе жить нельзя. Продолжение следует...